Добрый вечер. Здравствуйте. Мы начнем как всегда. У нас вопросы от зрителей. Было очень много вопросов. Постарались как-то отобрать наиболее интересные. Это вопросы, приходящие на сайт Первого канала. И с них мы и начнем. Итак, Олег Андреевич Скрябин спрашивает вот о чем. Скажите откровенно, кого бы вы предпочли видеть следующим президентом России? Медведева или Путина? Только, пожалуйста, давайте будем реалистами и не будем отклоняться на мифического третьего кандидата. Любого из привычных или новую серую лошадку. Ну, если все предопределено, тогда зачем выборы, зачем мнение граждан? Я считаю, что это вообще недостойное уважающие себя страны и народа, когда заранее все знают или этот, или тот. Вот это будет преемник и давайте избирать. Я считаю, что это плохо. И для Медведева, и для Путина. Я не исключаю, что они пойдут двое. И обязательно будет третий от нашего блока. Довольно сильный и грамотный кандидат в хорошие проблемы. Но у вас есть предпочтение между Путиным и Медведевым? Или вам не хочется об этом говорить? Это одна и та же команда с одним курсом. Мне казалось, после того, как Ярославль Медведев довольно точно указал болезни общества, это тупиковый путь, царевая модель не годится. Давайте проводить модернизацию, бороться с коррупцией, расширять кадровую скамейку. Но я считал, что после этого внесут бюджет, который соответствует такой оценке. Но Медведев подписал бюджет, где ни одно его поручение не выполнено. Поэтому особой разницы между ними нет. Для вас нет. Понятно. Так, Владимир Николаевич Горбенко. Мне просто интересно, разве вы не понимаете, что коммунизм и коммунистическое общество – это пережиток прошлого, и ничего построить не удалось, а наоборот, все развалилось. Так зачем же продолжать это направление? Ведь даже Христос сказал, что если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму. Простите за откровенность. Но я даже не уверен, что мой вопрос зададут вам. Ну вот его задали вам. Что скажете? И постарайтесь по вопросу. Хочу сказать, что Христос был первым коммунистом в нового тысячелетия. Мы еще об этом говорили. Боролся за страждущих, за тех, кому тяжело, и помогал им. Что касается идеи социализма, справедливости, народовласти, гуманизма, они являются главным содержанием коммунистического идеала. И попытка построить царство небесное на земле, а не только на небесах, на мой взгляд, весьма привлекательна, а она еще пробьет себе дорогу. Анатолий Геннадьевич Баташов. Почему, получив конституционное большинство на парламентских выборах в 95-м году, в 95-м году, коммунисты не сформировали собственное правительство? Первые полгода президент Думу разогнать ведь не может. А вот Дума отправить старое правительство в отставку вполне может. Струсили? Сидели и смотрели, как семья банкирщина грабила страну? Почему не поставили свое правительство? Кстати, никогда не было у нас конституционного, вернее, большинства в Думе. У нас было максимум, даже при импичменте Ельцина, более 200. Нам не хватило 17 голосов для того, чтобы, по сути дела, сделать политический приговор Ельцину. Что касается наших возможностей, то они проявились в 98-м году, когда случился дефолт. И когда я уговаривал трижды Примакову пойти премьером. Страна была в одном шаге от полного краха и внутренних беспорядков. Кстати, тогда мы вместе с Примаковым сформировали левоцентристское правительство Примаков, Мышлюков. И провели довольно умную политику, которая позволила оттащить страну от края пробы. Скажите, пожалуйста, значит, господин Баташов ошибается, когда говорит, что у вас было конституционное большинство? Его никогда не было, это все знают. Хорошо. Егор Синебок, последний вопрос из Пристояных. Значит, в последние годы рейтинг КПРФ неуклонно падает. В то же время вы находитесь в руля партии дольше, чем Леонид Ильич Брежнев по главе страны. Не кажется ли вам, что смена руководителя могла бы дать новый импульс КПРФ? Готовы ли вы добровольно уйти? Кстати, у нас обновление команды идет довольно интенсивно. Пришла молодая плеяда, и она еще о себе заявит. Уже, кстати, она заявила на прошедших мартовских выборах. Товарищи, это абсолютно не точно. Мы на мартовских выборах, например, во всех городах Тверской области победили Единую Россию. В Нижегородской области прибавили 10%, а в Арзамасе 55% в нашу пользу против 27% у Единой России. Мы на декабрьских выборах выступим еще лучше. Кстати, сегодня за нас голосуют больше, чем даже в самые благоприятные годы. Скажите, пожалуйста, вопрос относительно вашего возможного ухода. Пока вы об этом не думаете. Мы просто не думаем, мы готовим реальную смену, обновили состав, мы готовим смену и в Центральном комитете. У нас теперь во всех обкомах есть кандидаты, а кандидаты, в основном, люди 35-45 лет. Это хорошая и достойная смена. Они знают хорошо советскую эпоху и новые реалии. Но все-таки вопрос адресован вам. Вы могли бы на него ответить? Вы сами готовите себе смену? Вы это рассматриваете? Готовлю, рассматриваю. Рассматривайте. Тогда такая новость интересная. Сейчас реклама будет. И потом мы продолжим уже непосредственно интервью. Кеннадий Андреевич, я признателен вам, что вы пришли в программу. Тем более, что я был отчаялся. Я вас приглашал больше 10 раз. Ни разу вы не могли прийти. Видимо, не все приглашения до меня дошли. Но у вас выходной день. А у нас выходной. Вот сегодня съезд у нас женщин. Такие красавицы собрались со всей страны. Ради вас сегодня покинул съезд женщин. Можете представить, какая жертва? Это действительно. Ну хорошо. Очень признательно еще раз. Значит, в одной из ваших биографий, их много, сказано следующее. Телевизионный персонаж Зюганов страшно далек от реального прототипа. Страна отлично знает тяжело нахмуренные брови, тяжело роняемые реплики сурового оппозиционера. И совсем не знает его улыбки. Это правда, что вообще есть два Зюганова? Один для телевизора, другой, так сказать, для своих. Нет, этот образ создавался телевидением довольно изощренно. Это грязная работа. Причем работали крупные мастера. Мне даже журналисты талантливые говорили, убрать все, где улыбается, убрать шутки, убрать... То есть это запись, значит? 100% это. Вы понимаете, что вы в прямом эфире? Прекрасно понимаю, но как только стали давать почаще в прямом, этот образ стерся, тот, который навязали. Получается то, что есть на самом деле. Ну слава богу. У меня одна женщина, когда увидела, подошла и говорит, слушайте, да вы в жизни гораздо симпатичнее, чем на экране. Но на экране мы все выглядим или толще, или глупее. Правда или нет? Ну не все. Не все, да? Нет. Значит, смотрите, ваша старшая сестра Людмила говорит, я ее цитирую, что... Она говорит, что вы не любили драться в детстве. Она пишет, она говорит так. Я не помню, чтобы Генка хоть раз пришел домой с синяком или разбитым носом. Но вообще когда-нибудь дрались или вообще вы не любите? Вообще-то не важно. Драки не люблю и очень уважаю. Но очень уважаю сильных, крепких людей. Знаете, со мной было трудно в деревне соперничать. Я был чемпионом по всем районам видам спорта. Играл блестящий в волейбол, дальше бросал гранату, классно бегал. В этом отношении деревня уважает человека крепкого и развязывается. Я был комсоргом. А комсоргу вообще драться не положено. Был командиром своей школьной бригады. Но в жизни хоть раз пришлось? Нет, ну пришлось. Не один раз. Не один раз. Но желательно избегать. Службу в армии вы проходили в Германии в войсках химической разведки. Ну вообще называется правильно специальная разведка по атомным и химическим оружиям. Вот, и как вы говорите, это отразилось на прическе. Вы говорите, прическа до армии была шикарный ежик. Подпортил ее мне служба. Ну, можете представить, из трех лет я просидел год в резиновом костюме и противогазе. В противогазе даже кросс бегал. А о чем еще жалеете, что невозвратимо ушло? Ну, как всегда, понимаете, есть у каждого упущенные возможности. Я считаю, что на рубеже 90-х годов можно было провести блестяще необходимое преобразование в стране. И мы бы сейчас были впереди Китая. Это бы вы могли. Да, и, кстати, я мог. Чего-то упустили, что ли? Ну, на мой взгляд, не хватило года-двух для того, чтобы это мнение сформировалось широко в партии. И мы провели бы нормальные реформы. Я отказался при позднем Брежневе дважды идти в ЦК, на мне поставили крест. Но когда пришел Андропов, он сказал, позовите молодых людей до 40 с научной подготовкой, хорошей школой. И я попал в первую пятерку его набора. Я считал, что были большие надежды, и можно было исправить ситуацию без развала и потерь огромных. Теперь о прическе. Есть ваш анекдот. Он звучит так. Кстати, я вам принес новый сборник моих анекдотов. Хорошо. Зашел Путин в Думу, пришел в парикмахерскую. Девушка, которая его стрижет, все приговаривает. Зюк-зюк, зюк-зюк. Путин ей говорит, слушай, милая, кончай дразниться. Ваш Зюганов у меня уже вот где сидит. Та в ответ, а я, Владимир Владимирович, вовсе не дразнюсь. Просто у вас на зюк-зюк волосы дыбом встают. Вот встретить их и удобно. Это ваш анекдот? Да, мой анекдот. Ну, кстати, я могу и свеженький еще рассказать. Ну, давайте. Олигарх приходит к специалисту по фэн-шую и говорит, слушай, все делаю, как вы говорите. Живу в замке на западе, золотой приз на востоке, отдыхаю только на юге, а счастья нет. Он говорит, только потому, что на севере, по-моему, давно тюрьма плачет. Это опять ваш? Это опять ваш. Это ваш. Хорошо, давайте более серьезно. Значит, многие считают, что вы довольно удобный для власти оппозиционер. Потому что Кремлю прекрасно известны ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Вы известный человек им. И говорят, что у вас в кабинете даже есть прямая связь телефонная к президенту и к премьеру. И сам Путин совсем недавно с вами встречался, на этой неделе было, да? И он сказал, что оставляет вас на сладкое. Вам не кажется, что для оппозиционера быть десертом, это не совсем то, что надо? Владимир Владимирович, я советую войти на сайт и посмотреть мое выступление при утверждении Путина. Я его десятилетку разложил таким образом, что доказал, что мы не можем утверждать вас премьером. Что за 10 лет не построили одного крупного наукоемкого производства. И, кстати, на сладкое, но мы просидели 2 часа и разобрали все. От строительства, вернее, от работы наших авиационных заводов до очередной пассивной. От возможных бурных паводков до ситуации, которая к декабрю вызрит и может быть просто страшной. Он, кстати, согласился, что в декабре должны быть более честные и открытые выборы. Поэтому иначе нас может ждать то, что мы сегодня видим в том же Египте. Что касается моей позиции, да, она определенная. Я уже обратился к гражданам страны, которые могут подсчитать мою оценку происходящего. И наши новые курсы. Мы даже подготовили реальную программу, как можно без драки и войны вытащить в страну. Я с яйцами не разговаривал после расстрела парламента до 1998 года. И не здоровался, и не разговаривал. В 1998 году, когда все оборвалось, утром прихожу, звонит Кремлевка. Я даже не поздоровался, говорю, что будем делать. Я говорю, мы в одном шаге от развала и паралича всей не только финансовой системы собрались и три часа сидели, пока утвердили новое правительство в лице Примакова и Маслякова. Значит, все-таки не десерт? Никакого десерта. Я очень жесткий, строгий, изыскательный политик. Вы будете баллотироваться? Мы, кстати, уже баллотируемся. Но вы лично в президенты будете? Я как руководитель партии, возглавляю партию. И меня выдвинули уже целый ряд организаций в качестве кандидата от левого народно-патриотического блока. Вы будете баллотироваться? Мы, ну, это решается, я, соответственно, нынешним законам. Если вам предложат. Я буду баллотироваться. Будете, хорошо. Значит, в 96-м году ваша партия добилась серьезных успехов. Говорят, что вы получили во втором туре 40%, а то и больше. 40% получил. Значит, недавно Михаил Сергеевич Горбачев говорил, в 96-й год, вспомните, говорят, что на них все-таки победил Зюганов. Якобы он даже знал об этом, ему сказали, а он испугался. Значит, во-первых, победили ли вы на самом деле, считаете ли вы? Если да, то на самом деле почему не действовали соответствующим образом? Или, если вы понимаете, что вы все-таки не победили, то почему об этом не сказать совершенно открыто, чтобы как-то закрыть этот вопрос? Вопрос возник в 2000-м голду с подачей Слицки и Жириновского. До этого никто его не ставил. Какой именно вопрос? О том, что я победил в 96-м году. Накануне выборов, чтобы посеять сомнения. Кстати, посеяли, вот 15 лет требует дополнительных разъяснений. Тогда выборы проводились по абсолютно уродливой схеме. Тогда Ельцин на самом деле победил в городах-миллионниках, их 21, на Урале, Северо-Западе, Сибири и Дальнем Востоке. Я одержал верх в Центральной России и на юге от Тихого Дона до Тихого Океана. Страна развалилась ровно пополам почти. И у меня сидели в комиссиях мои представители, которые прямо говорили, в городах ты проиграл. Но можно было принять решение организовать войну между Севером и Югом. Ну, это, ну, конечно. Абсолютно правильно. Тем более я испытывал все виды оружия и знал, чем сторона напичкана, чем это может закончиться. С другой стороны, все бюллетени уничтожили через полгода. Рябова срочно отправили послом в другую сторону. Не посчитать, не проверить было невозможно. Поэтому доказать ни юридически, ни правовым образом нельзя было. И с другой стороны, молодежь тогда увлекли в комки. Пятое-десятое. Можно было выводить стариков. Но молодежь еще не определилась, а точнее надеялась на Ельцина и его посулы. И в результате расколоть еще и молодежь, и старики. Предположим, что сейчас этот вопрос уже невозможно выяснить. Но внутренне, вот по гавшему внутреннему ощущению. Вам кажется, что вы тогда победили? По количеству. Страна развалилась пополам. Я проиграл в крупных городах и вот в том регионах. На юге я выиграл. За меня некоторые районы голосовали до 90%. Но их уже опалила война. И они понимали, к чему пришла страна в то время. Серьезно говоря, вы считаете, что у вас есть реальные шансы в 2012 году? Реальные. Вы будете бороться, это понятно. Но вот внутренние ваши ощущения. Вы можете победить при, скажем, честных выборах? Владимир Владимирович, за единую Россию, если по-честному. Больше трети нигде не проголосуют. Я не знаю ни одного социального крупного слоя в обществе, кто был доволен их нынешней политикой. Но означает ли это, что они хотят вас? Понимаете, можно быть недовольным теми, но вовсе не хотят этих. Кстати, а кого этих? Мироновцы, вы вчера посмотрели. Что касается Жириновского, я не буду комментировать. В данном случае наш широкий народно-патриотический блок имеет полную реальную возможность выиграть выборы и предложить стране довольно интересную программу, при которой будет разумное соотношение форм собственности, реальные народовластия, при которой будет поддержка талантливым людям, всем, кто хотел бы работать от рабочих до бизнесменов, и будет реальная возможность говорить правду в стране, а не прикрываться сводками текущего дня, которые с каждым днем становятся все хуже и хуже. Еще один вопрос. Вы согласны с тем, что вообще быть в оппозиции, особенно в такой, как вы, который в Думе, узаконенный, нормальный, в общем, довольно удобно, потому что у вас нет ответственности в том смысле, что вы не принимаете решений, ну, таких, которые для страны. Вы можете критиковать сколько угодно, и это очень приятно, и это легко, и при этом не несете никакой ответственности. Владимир Владимирович, вы умный человек, не надо лукавить. А разве это не так? Не надо лукавить. Вот вы можете представить, что такое быть нынче в оппозиции? Зависит в какой. Меня 1600 раз судили. Вы об этом, наверное, не знаете. Ну, я слышал. Меня запрещали, тысячу раз запугивали. В прошлый раз было 22 поездки, в 20 были драки, разборки, подставные лица и так далее. Вы считаете это очень удобно? Да не знаю, мне кажется, что критиковать очень легко. Да, критиковать. Профессионально критиковать довольно сложно, тем более при нынешней статистике. С другой стороны, убитую партию мы возродили, она сегодня сильная и грамотная. Молодежные структуры реально существуют. У нас в мае на Красной площади будет 4000 молодых ребят, кто вступит в пионеры. У нас молодежные творческие организации сегодня довольно сильные. Я вас приглашаю посмотреть. Я обязательно посмотрю, это несомненно. Я смотрю, скоро вас снова уговорю вступить в левую партию. Вы знаете, вряд ли. Я себе дал слово, больше вообще ни в какие партии не вступаю. Но это другой вопрос. Я думаю, Единая Россия будет этим довольна. Да, туда я не вступлю точно, это вы можете не сомневаться. Но вы знаете, все-таки некоторые ваши высказывания меня просто смущают. Вот я вам сейчас зачитаю. Смотрите, вы говорите, в думе безполезно что-то делать. Там как прикажут, так и нажмут на кнопки. Ну хорошо, вы же человек, помнящий прошлое. Ведь в Верховном Совете СССР голосовали все единогласно поднять им рук. Мы же все это помним. Даже воздержавшихся не было. А уж о том, чтобы против, это было в сталинское время просто опасно для жизни. Потом вы могли на работе иметь массы неприятностей. То есть, вы же прекрасно помните, что там вообще дискуссий не было, публичных. А здесь хоть это есть. И говорите, что там невозможно работать. Ну, как же так, Геннадий Андреевич? Я просто не понимаю. Нет. Что касается Верховного Совета, я работал с многими депутатами. Коллективы выдвигали. Пьяниц не было, наркоманов не было. Это не в этом дело. Дураков не было. Вы помните, как они голосовали. Я согласен. Вот это и привело к тому, что случилось. Это привело. Если бы не было изъяна, уцелели бы. Но надо было прежде всего демократизировать КПСС, а не ломать через колено. Это другое. Я не об этом. Да. Что касается нынешней думы, вот только что рассматривали закон Фурсенко образования. Ну, это уродство. Сидят рядом умные, грамотные люди из Единой России. Я их знаю хорошо. Я говорю, вас проклянут дети и внуки. Если вы за это проголосуете, опускают глаза и нажимают на кнопку. Все повязаны. Понимаете, там нет нормальной дискуссии на самом деле. Там нет глубокого обсуждения проблем. Там нет сопоставления мнений. Кстати, в первых двух думах это было гораздо интереснее и содержательнее. Там была палитра мнений. А сегодня этого нет. Вы за то, чтобы в думе был уменьшен вот этот порог? Я считал, был идеальный. Порог 5%. 7% очень многие не переберутся. А вообще порог нужен? Нет, порог нужен. Все-таки нужен. Раз. И другое. Сейчас Единая Россия, проседая и проваливаясь, снова будет пытаться вернуться к одномандатным округам. Что это означает? Это означает опять попресс-сплошная уголовщина. Мы не можем этого допустить. Чтобы дума превращалась в малину криминальную. Хорошо, еще одна цитата. Она совсем свежая, опубликована в «Правде» 5 апреля этого года. Я замечал, что вы очень тщательно готовитесь. Я не думал, что вы меня цитируете. Это интересно. Значит, вы говорите, в нынешней ситуации вопрос о смене курса и власти можно решить мирным парламентским путем. Но, добавляете вы, как показывает жизнь, сам по себе этот путь ненадежный и зыбкий. Означает ли это, что вы вообще призываете или сторонник другого пути, пути революционного? Нет. Я поясню. Это очень хорошо вы из моего обращения и надеюсь, вы многие прочитаете. Я считаю, надо соединить три вещи. Так. Ясную, хорошо осмысленную программу мы предложили. От кризисных мер до модернизации реальной. Причем готовили лучшие специалисты учетов. Второе. Всем активно участвовать на выборах. Но обеспечить жесткий контроль за ящиком. Минимум пять человек. Понимаю. И третье. Безорганизованной, мощной улицы, которая бы заставила и губернаторов, и других маломальски честно считать. Это что такое? А улицы массовые акции протестов. А все-таки? Вот мы вчера проводили. Вы за это? У нас 10 тысяч человек было. А не только за это. Без массовых акций поддержки. Улицы все равно схалтурят и перепишут результаты. Еще анекдот в тему, если вы позволите. Значит, первые выборные дебаты на ТВ, которых, к сожалению, нет. Должны были бы быть. На мой взгляд. Да, конечно. Принимают звонок телезрителям. Товарищ Зюганов, сам я политикой не интересуюсь, но моя жена едет в Москву на все ваши митинги. В последнее время их было штук 10. А что изменилось? Поэтому я теряю к вам доверие. Ответ. Лучше подумайте о доверии к жене. В последнее время у нас вообще не было митингов. Это тоже ваше. Ошибается. Мы каждые две недели проводим крупные митинги. Ну хорошо. Нет, но я ответ анекдотом можно? Да. Звонит Буш Путину, когда тот президентом был. Да. И говорит, терплю поражение на местных выборах. Это я в курсе. Знаете? Это мы все знаем. А, ну вот прекрасно. Так что там побеждает единая Россия. Да. Приднемся к серьезному. Значит, смотрите. Вы говорите довольно резкие слова, описывая состояние страны. Россия перестала быть великой державой. Мы десятые. Мы десятые. Не лесные пожары сжигают Россию, а потрясающая некомпетентность власти. Абсолютно правильно. И так далее. И это все из той же газеты. Правда, от 5 апреля. Но вы же прекрасно знаете, что в нашей стране были страшные пожары. И при коммунистах. Я помню, как говорили. Это был второй год, вы помните. И это было, значит, что... И я помню. И тогда, что же, то же самое. Дали очень странные, ну вот эти вот лозунги. Ну, послушайте сами, как они звучат. Звездному космосу – да. Космическому росту цен – нет. Социализм возродит Россию. Накормит народ. Укрепит армии и флот. Землю – крестьянам. Заводы – рабочим. Лаборатории – ученым. Тюрмы – эксплуататам. Ну, Геннадий Андреевич, вы на кого рассчитываете? На людей малообразованных, неразмышляющих. Ну, ей-богу. Ну, это уже все... Ну, это пахнет таким нафтальмином. Вы зачитали, зачитали то, что народ пишет на своих лозунгах от Владивостока до Калининграда. Вы знаете... Если вы серьезный политик, вы обязаны знать эти настроения. Обязаны. Обязаны знать эти настроения. Беда нынешней власти, что она никого не слушает и никому не прислушается. Это трагедия. Мы обязаны знать эти настроения. Народ хочет много денег. Народ много чего хочет. Но эти лозунги, они звучат, ну, таким старьем. Это невозможно. Ну, неужели нельзя потоньше это делать? Попробуем, попробуем. Это просто удивительно. Попробуем. Теперь смотрите. Еще ваши слова. Я смотрю, вы стали любителем газеты «Правда». Еще и Советскую Россию надо добавить обязательно. Я читаю. Кстати, хорошие газеты, правда? Нет. Там в «Правде» немного правды, но надо знать, что там пишут. Украденное у народа должно быть народу и возвращено. То, что тратится на покупку дворцов, яхты, футбольных команд, проматывается в «Крушевеля» в кавычках, и в ночных клубах, должно быть поставлено на службу государству. Как и везде, у вашей любимой Америки, в Европе. Не опасный лозунг? Мы же это проходили уже. Нет, не опасный лозунг. Отнимать, отнимать, поделить. Нет. Есть другой способ. Вот можно я вам расшифрую? Давайте. Вот почему завтра надо идти ехать, сеять, и у нас единственная страна в мире, где солярка дороже бензина? Не задавали этот вопрос? Почему Америка покупает море нефти, но на 3 рубля у них бензин дешевле сегодня, чем в России? Почему среди нефтедобывающих стран у нас самый дорогой бензин при зарплате крошечной? Так. Вы же понимаете прекрасно. Ну. При таких ценах на энергоносители мы никогда не поднимем ни производство, не будем конкурентоспособны. Вместе с тем, с каждой тонны нефти американцы берут свою казну 60%, норвежцы 82%, а Саудовская Аравия 91%, а мы и третий не берем. Почему такая несправедливость? Вот давайте возьмем то, что положено, и зарплата, и пенсии, и стипендии будут на порядок лучше. И не надо ничего отнимать. Надо просто умно и грамотно провести эту политику. Я привозил Грызлову из Норвегии 20 законов о разумном распределении доходов от нефтепродуктов. Но почему они ничего не сделали? В Норвегии гарантированное бесплатное образование, медицинское, обслуживание, спортивные сооружения всем доступны. А у нас ни один ребенок не может попасть без двух-трех сотен. Вы не скажете мне, Геннадий Ильич, какое население Норвегии? Знаю, 5 миллионов. 5 миллионов? Правильно. И при том, почти нет других национальностей. Нет, у них сейчас тоже 10% понаехали. Чрезвычайно просто решить проблему для 5 миллионов при таком количестве нефти. Согласитесь. Согласен. Это не 140 миллионов. Но мы с вами в прошлом году добыли 500 с лишним. Очень много, да. 350 за Богор отправили. И даже дорогу от Москвы до Питера застряли в Химксомском лесу. Никак сделать не можем. А китайцы 30 тысяч километров дорог построили. Я ехал из Шанхая. Я был первый раз. Вам нравится китайский путь? Дело не в этом. Там очень много полезного. И очень много интересного. Очень много. Я доволен, что сегодня в Гонконге смотрит биржу тот же Медведев. Я ее агитировал, чтобы он в Шанхай на всемирную выставку. Я был в прошлом году в мае. Хоть день того приглашал. А потом вернулся и говорю, отвезите туда своих бестолковых министров и самых талантливых губернаторов. И посмотрите, что можно сделать. Я был первый раз в Шанхая. Скученность и грязь. А сейчас это... Это да. Это я понимаю, о чем вы говорите. Но подождите. Оказывается, можно. Какой ценой? Они не сводят счеты. Какой ценой? Ценой. А у нас какой ценой? 15 миллионов человек потеряли за 20 лет. Больше, чем первый мировой. Ну, давайте тогда... Я просто... Вы знаете, Геннадий Ильич, я стараюсь никогда не спорить с гостем. Мое дело задавать вопросы. И вы правильно сегодня поступаете. Давайте следующий вопрос. Хорошо. Мне нравится, как вы читаете мое обращение. Вот я очень рад. Я мечтал просто, чтобы на первом канале... Вот и читают ваши... Вот видите, как хорошо. Это главные мои идеи. Это блестяще. Вы называете российских бизнесменов упырями. Не бизнесменов. В примере им приводится... Не бизнесменов. Да, вот так я читал. Почему-то олигархов назвали. Вы знаете, олигархов больше нет. Потому что у них нет власти политической. Олигарх – это понятие политическое и денежное. У них денег много, а политической власти нет. Уже нет, да? Давно уже. Ну ладно, будем искать другое, более точное. Ищите, пожалуйста. Значит, смотрите. Значит, вы приводите такой пример. Довольно странный, прямо скажу. В свое время Рульзе собрал 50 главных капиталистов Америки и сказал, отдадите мне половину. Те говорят, с какой стати? Он сказал, я откуплюсь от бедных, я помогу строить, я организую массовые общественные работы, я сделаю то-то и то-то. Они уперлись. Он говорит, не отдадите, тогда у нас через год будет то, что в России было в 17-м году. Эти сутки поразмышляли и отдали ему половину капитала. Это исторический факт. Геннадий Андреевич, это неправда. Послушайте меня. Я уже Америку... Вы знаете, что вы специалии. Никто, никакой богатый человек, тем более группа, половину своего богатства просто так не отдает. Такого не было никогда. И они ненавидели Рузвельта. Это я знаю. Но эта история, я не знаю, кто вам ее рассказал, потому что это очень странно. Мне в Америке рассказали. Кто вам рассказал? Я читал беседы у Кумелька Рузвельта. Знаете? Ну, конечно. Он каждый, по радио каждую неделю. Он, кстати, блестяще работал с населением. Рузвельт? Да. Лучше всех. Да, лучше всех. Конечно. И я поражал. У Камина очень. Он двух своих экспертов посылал в советскую страну. Знаете об этом? И не двух, а больше, гораздо. Они несколько месяцев пробыли, приехали и сказали, что однопартийной системе не годится, но то, что они делают в социально-экономической сфере, талантливо. Но все-таки меня удивляет. Кстати, включился он у советской страны. Кто? Но Рузвельт. Каким образом? Кстати, тогда у них депрессия была дикая и жуткая. А мы прибавляли 15-20 процентов ежегодно. Это все так, да. Это я знаю. Но он все-таки пошел не по этому пути. Правильно. Но он максимально сохранил демократические основы. Он все сделал для того, чтобы накормить голодных. Он-то сохранил. А Европа пошла по фашистскому пути? Он не пошел по пути советскому, где, конечно, за демократией было так себе. Теперь смотрите. Вы говорите, современный мир продолжает сползать в пучину хаоса и предспредела. Вот то, что вы видите сегодня в экономике, в Северной Африке, в Ливии, то, что вы ощущаете, как трясет Японию, видеть ее разрушенные атомные станции, это очень тревожные сигналы каждому из нас, что надо вовремя одуматься и взяться за серьезную учебу и достойную работу. Что, японцы плохо учили? Нет, Владимир Владимирович, это вы очень интересный вопрос задаете. Слушайтесь внимательно. Это принципиальные вещи. Я с большой надеждой ехал в Ярославль. Медведев собрал там самых толковых и умных. Это одних 800 журналистов обслуживали. Они осмыслили итоги кризиса и способы вывода из этого кризиса. Выступал премьер-министр Испании, премьер-министр Франции, Роман Апроди, по сути дела президентом всей Объединенной Европы, китайского руководства, крупнейший ученый. Все поставили один и тот же диагноз. Что тот вариант либеральной спекулятивной экономики, который внедрялся, он лопнул и лопнул навсегда. Надо искать альтернативу этого. Надо усиливать государство, регулировать, надо думать о том, каким образом восстанавливать справедливость и так далее. Читаю доклад президента Всемирного банка. Очень похоже. А наши дуют тот либеральный вариант 20-летней давности, не сообразуясь ни с чем. Распродают последние ресурсы, распродают стратегические отрасли. Я недавно с Путиным говорил, чем вы будете управлять? Сегодня в нынешней Европе государство имеет минимум треть собственности. А Германия, Франция, Италия, Англия имеют более 35. Они не только сторожа при чужой собственности, они имеют свой бюджет, они имеют доходную базу. Они могут регулировать эти процессы. Кстати, и японцы на это смотрят. С другой стороны, я как специалист, я боролся атомным оружием и участвовал в погашении Чернобыльской трагедии. Я был потрясен, что японцы поставили американские станции, их по-моему 15, чуть ли не сотню реакторов. У них нет запасного нормального охлаждения. У них даже эти тигли, у нас если случается авария, тигли падают под собственным весом, даже если электричество вырубилось. А у них надо моторами поднимать. Они же технически должны были все это просчитать. И теперь мы будем платить все огромную цену за эту безлаборность. Кстати, американцы поставили абсолютно недоделанный реактор. И я сейчас с огромной тревогой смотрю, как бы снова не затрясло где-то. Так просто мы должны отдавать отчет себе в этом деле. Поэтому японцы, с одной стороны, технически очень грамотные. Я, кстати, был гостем президента Тойоты. Я прошел ее конвейеры и с восторгом смотрел. Рационализаторы, бригадиры и так далее. Портреты всех лучших работяг больше, чем портреты членов Политбюро. Ну, естественно, работяг больше, чем членов Политбюро. Правильно. А у нас их повыгнали. И вдруг президент выходит, удивляется. Рабочих в стране не стало. Все ПТУ поразогнали. Откуда же они возьмутся? Геннадий Андреевич, значит, все равно я продолжаю говорить, что некоторые ваши высказывания довольно странные. Мне кажется, вам мое послание понравилось. Вы так с интересом ее читаете. По вашим словам, сейчас президент, нынешний президент, имеет полномочий больше, дальше цитирую, чем имели царь, генеральный секретарь СК КПСС. И Чингизхан вместе взят. Значит, послушайте, это серьезно, да? Значит, смотрите, сравнить их с властью Сталина просто вообще не приходится. Человек был у власти 30 лет, ни много, ни мало. Брежнев 18 лет, бессменно. Ну, все-таки, когда вы в пылу полимитического этого, но есть вещи, которые нельзя говорить. Вы хорошо знаете. Прилично. Вот знаете, это... Прилично. Вот решила жена Обамы переклеить обои в Белом доме. Ну. Что она делает? Там нет обоев, правда, но ничего. Ну, неважно. Или перекрасить. Ну, давай. Что она делает? Что она делает? Она заявочку пишет. И два комитета Конгресса должны простамповать и определить смету расходов. Так. У нас президент всех назначает, всех снимает. Не-не, вы сравнили. Всех награждает. Вы сравнили президента. И ни за что не отвечает. Где вы видели такие полномочия? Пожалуйста, генеральный секретарь ЦК КПСС. Ну, это другое дело. Что хотел, то хотел. То и делал. Нет. Ну, за ним партия смотрела, партийный контроль был, народный контроль, комсомольский прожектор и так далее. О чем вы говорите? Вам не смешно это говорить? За Сталиным смотрели. Вы представляете? И ему говорили, Иосиф Шаренович, вы потратили тут, понимаете, на... Ну, да. Ну, о чем вы говорите? Ну, нельзя же так говорить. А в Чингисхане вообще не будем говорить, ладно? Я не об этом. Вы, может, перебрали чуть-чуть, нет? Если вы строите демократические основы, поставьте под контроль хотя бы своих министров. Если вы выступаете... Дума не может никого из министров вытащить. Если вы... Вытащить... Субтитры сделал DimaTorzok